Рост цен, тарифов на услуги ЖКХ, дороги, внешняя и внутренняя политика, льготы. С каждым годом задать свой вопрос президенту стремится все больше россиян. Хотя кто-то считает, что и незачем это вовсе. Кто ли он спросит тогда, что ли он мне? Ничего не дадут. Чего спрашивать зря? И все же, для многих прямая линия это реальная возможность достучаться до первого лица государства и сказать о наболевшем, постараться, чтобы лично президент помог решить проблему. Своё видеообращение, к примеру, записал Владимир Сурков, председатель Федерации кунг-фу Алтайского края. Он просит признать кунг-фу видом спорта. По его словам, то, что эта популярная дисциплина до сих пор неаккредитована в нашей стране, мешает её развитию. Я разговаривал со своими коллегами из Крыма. И спортсмены, которые на Украине занимались кунг-фу и были мастерами спорта, и завоевали этот титул в тяжелейших соревнованиях на международной арене, сейчас остаются неудел. Своё веское слово решили сказать и энергетики. Они обеспокоены возможным введением так называемого углеродного налога. Мы обеспокоены тем, что это может негативно повлиять на наше будущее, привести к закрытию угольных станций, лишить нас рабочих мест и нарушить теплоснабжение нашего города. Вопрос в главе государства хотят задать многие, но немногие решаются. На улицах краевой столицы мы сегодня спросили барнаульцев, с какими просьбами они обратились бы к президенту. Что квартирам сиротам быстрее давал, задерживают подолго, завтраками кормят. Постройте дороги в нашей стране, а потом восстанавливайте Пальмиру. Почему мамочки теряют столько денег при получении денежных средств на улучшение женичных условий? Прием вопросов по телефону, смс и через социальные сети продлится до окончания прямой линии. Организаторы уверяют, что абсолютно все вопросы будут приняты и обработаны. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...